Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодня быстрый выпуск, потому что на рынке происходят неординарные вещи. Прямо сейчас я наблюдаю огромную толпу испуганных и паникующих людей на этом рынке. Страх достигает исторических значений, а паникеры раздувают его еще больше. Индекс страха и жадности сейчас опустился до отметок около 18, а это уже зона экстремального страха. Правда, это он еще не обновился, вот когда мы получим обновленную информацию, не удивлюсь, если он упадет даже до 10 пунктов. И вот такого страха мы не наблюдали с 4 января 2022 года. Сейчас биткоин стоит 34 500 долларов. Всего сутки назад он стоил 38 500 долларов. И сейчас он уже приближается к самым минимальным за 2022 год значениям, это около 33 000 долларов. Ниже этого в этом году биткоин еще не опускался. Почему же мы видим продолжение падения? А все из-за 9 мая. Да-да, из-за Дня Победы, который является для нас праздником героического подвига. А вот для инвесторов, особенно западных, сейчас он является фактором большой неопределенности. Чтобы было нагляднее, я покажу тебе отрывок из англоязычного блога. В нем инвестор делится общими переживаниями насчет 9 мая и почему этот день так влияет на настроение биткоинеров. Дальше цитаты, которые я могу поддерживать, а могу и нет. Это всего лишь описание того, как некоторые англоязычные инвесторы относятся к 9 мая. И почему биткоин падает из-за неопределенности, которую этот день несет для всех биткоин-холдеров. Завтра большой праздник для России и Путина, так как это День Победы. День Победы – это когда Россия победила гитлеровскую Германию во Второй мировой. Так что это очень важный день для России. И мы знаем, что сейчас война пошла совсем не так хорошо, как ожидалось. Так сделает ли Путин что-либо другое? Многие инвесторы ожидают, что он официально объявит войну Украине, хотя она и так уже давно идет. И если он это сделает, возможно, он пустит в ход вообще все средства и даже больше. Возможно, он наоборот скажет, что уже выиграл войну. Или что-либо еще, чего никто не может предсказать. Вот почему криптовалюта и биткоин в эти выходные показывают такую слабость. Если бы и фондовый рынок еще торговался сегодня, он был бы таким же слабым. Да и многие блогеры на этих выходных разуверились и теперь рассказывают, почему пришло время сдаваться. Почему биткоин неизбежно будет падать и падать и падать. Кстати, это правда. Помнишь известного золотого жука Питера Шифа, у которого есть компания по переработке золота? Он внезапно очнулся от спячки и снова начал писать про биткоин. Он пишет, если биткоин не удержится на 35 тысячах, то он упадет до 33 тысяч. Если и там не удержится, то падение будет аж до 30 тысяч. А если и там не удержится, то биткоин будет падать ниже 10 тысяч долларов. Это лидер движения биткоин-медведей. И он прогнозирует падение биткоина ниже десятки. Лидеры мнений сейчас также меняют прогнозы и говорят, что биткоин упадет намного-намного ниже. Но я хочу напомнить тебе кое о чем, о том, что произошло практически недавно. А именно в мае 2021 и весь период до июля 2021, то есть около трех месяцев. Тогда случилось абсолютно то же самое. Биткоин проходил буквально такой же период, как и сейчас. Какое-то бесконечное и жестокое падение. Также тогда было очень много паникеров и страха, прямо как сейчас. Биткоин тогда падал ниже 28 тысяч долларов, причем достаточно долго там держался. И в этот момент, в июле 2021, СМИ писали следующее, что биткоину конец. Что биткоину можно говорить пока. Да и многие люди также писали, что ковид и пандемия, наконец, лопнули этот биткоин-пузырь. Но что же было дальше? А дальше биткоин вырос с 28 тысяч долларов до 69 тысяч долларов. Я думаю, что-то подобное мы можем увидеть и на этот раз. И я не буду продавать. Я продолжу холдить, несмотря ни на что. Продолжу пытаться накапливать деньги, хотя сейчас это не так просто, чтобы покупать биткоин дальше. Потому что я знаю, что как только этот период закончится, начнется разворот. И мы будем вознаграждены. Сейчас мне вообще не важно, упадет он ниже 30 тысяч или нет. Пусть даже до 200-дневной средней скользящей упадет. Это около 21 тысячи долларов. Для меня это будет просто хорошей возможностью. Не более того. Не важно, где будет дно. Биткоин и криптовалюта будут жить и удивлять своими рекордными скачками дальше. Я вижу анчейн-метрику, которая показывает, что биткоин сильный. Вчера я ее тебе показывал. Что его сеть растет. Что его холдит все больше людей. Что многие отказываются продавать его, а некоторые покупают его рекордными темпами. И на рекордные суммы. Поэтому я продолжу усредняться по доллару. И продолжу холдить. Если ты так же, не забудь поставить лайк. На этом все. Меня зовут Богатий Щиди. Надеюсь, я тебя хоть немного успокоил. И если это так, обязательно поддержи меня. Мне будет очень приятно. А также подписывайся на канал. Телеграм ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями. Комментируй обязательно. Богатей. До скорого.